Морская пехота. Это наша земля, и мы здесь хозяева. Кто-нибудь другой. Под плотным огнем. Сейчас все в огне и развалено, и жизни разлучены. В темноте, но не вслепую. Хватит! Закрывай, так по льву-пошли. Смотрите в выпуске спецпроекта телеканала ТВ-5 «Донбасс сегодня». Ситуация на востоке Украины остается крайне мрачной. Необъявленная война никого не пожалела. Злость и разочарование с обеих сторон не поддаются измерению. Но все же люди хотят мира больше, чем мести. При этом бои в зоне АТО продолжаются. Вторая сторона конфликта грубо нарушает минские соглашения, применяя запрещенную тяжелую артиллерию. Многие населенные пункты равняют с землей. Противник новой силой ударил по ключевым рубежам обороны мариупольского направления. Мы на передовых позициях. Эта территория уже простреливается. Вчера ехали вечером домой. Тоже простреливали. Юра, бедненький, как наступил на педальку. Начали все веревшение. Что это за история была? Та они боялись, что повыпадают. Ну ехать надо было быстро. Ну а что? Ну дуже надо было. Жить-то хочется. А с чем стреляли? С пулеметом. В огонь кидаются. 25-й. Подствольный. Окапываться украинским военным приходится вручную. Иногда под плотным огнем. Но медлить нельзя. Брак на расстоянии выстрела. Знаю, что мы туда окапываемся, но пока дают нам окопаться. Чем быстрее, тем лучше все. Все будет. Так же самое могут его снять, его видно полностью. Японии за нами наблюдают, так и мы за ними наблюдаем. Техники, много тут у них стоит. И тяжелые, и из миномета стреляют. Да, ежедневно стреляют с миномета. Сегодня же была попытка сюда пролезти трое человек, но не вдалось им, потому что наши несут службу. Дети, они спят на посту. То у них не получилось сюда залезти. Видимо, порный пункт неприятеля. Он обложен белыми мешками. С этого места работает пулемет. За день они раз 20-30 могут обстрелять нас. Военные говорят, совсем рядом стоит БМП противника. А в соседнем селе – артиллерийские расчеты. Очень много техники стоит. И крупнокалиберной. Ну и все. Там и танки стоят. Там танки стоят, грады у них стоят. Мы видели, как у них ехали. Вот это село, в которых у них танки стоят. Это село было? Да, а мы возле него так ездим нагло. Не зря же на машине написано, мы ездим там, где волки, срать, бояться. Часто чуем, как они прогревают свою технику ночами. Кратковременное затишье. Но никто не расслабляется. Бойцы говорят, враг готовится к очередным провокациям. Знаешь, встречаю гостей. Хлеб, соль, кофе. Будем держать надежду, чтобы все выдержали. Когда последний раз было? Позавчера выпили Саушкана. Попытки прорыва здесь не редкость. Но морская пехота готова к любым действиям противника. Они почти до посадки доехали, но не получилось у них дальше проехать. 100% тут небезопасно. Один танк у них захованный, то что среди посадки стоит. Они вообще не ховают технику. Они нагло нагоняют, и нагоняют, и очень много техники нагоняют. Там будем ждать, что оно будет дальше. Почему-то опасно. Ну, такое скупчение техники-то по-любому. Стараемся по одному тут не ходить, а два-три человека, чтобы было. И все. Обходим территорию регулярно. Деемся, потому что они ночью залазят, оставляют подарки багато. Находим, снимаем своими силами. Гранаты, растяжки, противопехотные мины – такие находки встречаются каждое утро. Хорошо, вы можно забирать. Кто-то забирает. Их не растяжка, их не проволока. И когда они ночью залазят, устанавливаем. А где она была? Ну, тут все стояло. Прямо здесь сегодня? Ну, конечно, у нас все растягивается. Они бачут, как мы ходим. Они натягивают до себя проволоку, цепляют до гранаты. И все. И ты идешь, когда ее задеваешь, взрыв происходит. Напряженная обстановка сохраняется. Периодически раздаются звуки выстрелов. Все попытки противника прорвать оборону морпехов безрезультатны. Ожесточенные бои и опасные съемки. Жаркая ночь в Широкино. Смотрите далее в программе. А прямо сейчас украинский флаг как символ освобождения Донбасса. Хронология событий. ВСУ продвигается вперед. Флаг на позициях поднимает боевой дух. Миссия опасная, и не каждый рискнет это сделать. Летом 2015-го запорожские бойцы совместно с нашей съемочной группой воплотили идею в реальность. Я вам могу сказать одно, что они его видят точно. И ребята с той стороны, которые воюют против нас, видят его очень сильно и замечательно. Я думаю, он им понравится. Прошел один год. Некоторые населенные пункты снова под контролем ВСУ. Ранее в Павлополе царило без власти. Сейчас село оживает. На время становится спокойнее в соседних населенных пунктах. А сине-желтостях появляется уже на окраинах Широкино. Тут большинство ребят, которые даже не только я один, отсюда не пойду. Укрытие! Самая горячая точка на этом участке фронта. Накануне в память о погибших боевых товарищах в этом месте подняли флаг военно-морских сил Украины. Подписано за Василя, за пацанов. У нас были потери. Ну, как бы, нас не сломать, этот прапор. Мы одни, и все равно мы за победу, да? Так уж, да. Все. Нехай знают против кого стоять. Против кого они воюют. И что, одного если убили, то 10 прийдет на его место. Теперь у нас уже два символа Украины, от которого даже приполняют эмоции. Это наша земля, и мы здесь хозяева, и никто не будет другой. Спустя пару минут раздается первый выстрел. Нужно бежать, становится неспокойно. Давай, давай, давай. Давай, давай, быстрее. Давай, тут на кубе. Давай, давай, давай. Выход! Хорошо. 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 Прочусь, сделал. Военные говорят, такой риск оправдан. Символ государства мотивирует. Особенно сейчас, во время обострения ситуации на фронте. Под плотным огнем. Не пропустите эксклюзивное видео ночного боя. Далее в программе провокации и шокирующие последствия необъявленной войны. Смотрите без перерыва на рекламу. В перерывах между обстрелами мы подходим еще ближе к линии соприкосновения. Техника безопасности. Передвигаемся группой. Двигаемся след в след. Ни вправо, ни влево. По дороге, когда будем продвигаться по тропе, замечаем ямки какие-то. Если бы то есть еще обстрела, в эти ямки ложимся и ждем, пока закончится перестрелка. По команде поднимаемся и потихоньку начнем отходить. Военнослужащий с позывным «Чингиз» говорит, вероятность очередных провокаций велика. Буду стрелять. Я гарантии никакой не даю. Попробуем по-тихому пройти, чтобы они не заметили. Лишний шум привлечет внимание противника. Слышим по рации, обстановка нагнетается. Выдержав паузу, военные принимают решение продвигаться дальше. Бойцы удерживают передовую оборону, но и дня не проходят, чтобы вражеская ДРГ не пыталась подобраться поближе к позиции морской пехоты. Это уже крайний рубеж. Говори, здесь можно только шепотом, потому что вторая сторона конфликта находится совсем близко. Большую угрозу представляют собой снайперы. Никогда не знаешь, когда за тобой следит невидимый противник и нажмет ли он на курок. Здесь рядышком находится ихний блиндаж. Передвигаться здесь очень-очень нужно тихо бежать, чтобы у нас не засекли. Сейчас в 7 часов вечера начнется тут движение. Будут они сходить на свои позиции. Ну и опять начнется сегодня новогодний. Опасения бойцов подтвердились. Еще днем разведка ВСУ фиксировала передвижение тяжелой техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. С приходом вечера по позициям украинских бойцов начинает работать тяжелое вооружение. Так, ребята, давайте мою конуру, укрытие на ногу. Чтобы тут ящик только так. Тихо, тихо, тихо. Летит, летит. На землю. А где я не буду? Но летит моим, может быть. Давай, пошли по одному, вдвойне. Листочком на пот. Давай, давай, пошел. Быстро, быстро, быстро. Да, да, да. Давай, давай, давай. Находиться в этих изрешеченных пулями и осколками стенах также опасно. Но военные заверяют, здесь самое надежное укрытие. Обстрел не утихает. На город это иду. Там ДПФ. Прием, Левикин, прием. На приеме. Спеременометы работали. Реклама, это истинка, это истинка. Плюс. Продолжение следует. Перекакиваю звук техники. Лет плюс. Выход. Населенный пункт в огне. После каждого обстрела сепаратистами загорается трава и сгорит от всего Широкино. Пожарников нет, воды нет, подпушить не можем. Там, короче, село выгорает. Последствия обстрела видим днем. Сухая трава воспламеняется за считанные секунды. Вон горит тоже. Это в результате чего? Если тактически подумать, это вот так удобно. В результате обстрела зажигательные трассеры. На скидку бой, да. Они поджигают. Пока спокойно выезжаем на возвышенность оценить масштаб пожара. С этого места просматривается все село и последствия вчерашнего обстрела. Руины и выжженная земля. Часть села тлеет. Через некоторое время зажигательные снаряды снова достигают цели. Новые места возгорания – заброшенные дома. Ранее эвакуированные жители села планировали восстановить свое жилье. Но пожар окончательно перечеркнул их надежды. Когда-то это был чей-то дом. Здесь семья завтракала, играла с детьми, собиралась на работу. Сейчас все в огне и развалено, и жизни разрушены. В позднее время мониторинговая миссия ОБСЕ не может в полном объеме фиксировать нарушение режима тишины. Незаконные вооруженные формирования этим пользуются. Чем дышит ночной фронт? В темноте, но не вслепую. Смотрите прямо сейчас. Когда-то здесь жизнь била ключом. Сейчас – мертвая зона. Боевые действия беспощадны ко всем. Так сегодня выглядит церковь в Широкино. Снаряд не выбирает, куда ему лететь. Но по траектории можно определить место, где находится смертоносное орудие. Здесь вся земля усеяна мертвым металлом, а на стенах святилища четко видно, с какой стороны прилетал снаряд. У нас там что находится? Саханка, село Новозовск, то есть Новороссия, типа избывшиеся. Вот сейчас опять бои идут. Нужно будет уходить, потому что сейчас будет очень опасно. Вечер. Бои не утихают. Мы вынуждены переждать обстрел и прерываем съемку. На следующий день возвращаемся на передовую. Техника безопасности прежде всего. К позициям набираемся через укрытие. Тут сейчас пониже пригибаться, потому что панель низкий. Тут самый безопасный переход. Ой, ничего ж не видно. Юра, я ориентируюсь по лампочке. По лампочке, да. Мне хорошо. Я бы тут потолок слегка подровняла. Украинские военные фиксируют движение с той стороны баррикад. Уже двое. Блин. Начинается обстрел опорных пунктов ВСУ. Совсем близко удерживает позиции вторая сторона конфликта. Но и украинская армия не уступает. Пулемет на время подавил огонь противника. Там не видно движения этих. Ночь на передовой становится жаркой. От взрывов содрогается земля. Мы находимся в эпицентре. Полиция, давай, я стараюсь. А? Только давай, быстрее. Накрывай кальпандинку. Пошли, пускай. Давай, давай, давай. Во избежание потерь бойцам отдан приказ занять позиции и перейти к обороне. Вот сейчас у нас обратно стрелковой бой. Работает где-то туда выше. С пулеметов сейчас на днях тоже к нам сюда заходили. Гвозди. Но убежали. Все вышли. Основная стрелка дня, вот так по вечерам. Под покровом ночи разведка боевиков пытается зайти в тыл. В принципе, каждый вечер подходят группы ДРГ сюда перед нами. По два, по три человека. Отстали мы сядем. Но темнота оказывается слабой союзницей. ДРГ неприятеля засекли. Огонь противника в ответ без запрещенных орудий. Все, отходь. Уходь. Быстро. Ух ты. Ну, аккуратно сейчас. Пошли, пошли, пошли. Аккуратно, аккуратно. Вот. Все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, езжай, езжай. Давай, давай, давай. Тихо, все хорошо. Нас переводят в более надежное укрытие. Они начали прикрывать свою группу, чтобы они подошли. Это все, как обычно, происходит стандартная ситуация. Одни прикрывают, одни двигаются. Дальше пошел обстрел. Потом еще снова. На данный момент, когда вы были с нами, видели, что происходило. Бойцы говорят, ночью скучать не приходится. Противник не дремлет. Мы только утром спим. И то очень редко. Пару раз было, что... Как бы начался обстрел с вечера, закончился в пять утра. Обстановка накаленная, но день рождения командира никто не отменял. Андрюха, неси колонку. Она в колонке лучше будет. Пусть порадуется. Слушайте, тогда вы можете поздравить на камеру. Мы потом эту фотографию поставим. Ставьте. Как пирог. Добавь стрелять вместе. Это твой попугай? Да. Оно пойдет по эфиру. Просто сейчас никто не, чтобы ничего не говорить тогда. Нормально? Братан, я ничего ужаснее в жизни не слышал. Повтори. Братан, я ничего ужаснее в жизни еще не слышал. Да ну вообще, что за елоте, у нас на летнюю качеху. Пленку одеколонным протри. После совета с боевыми товарищами военные решают ограничиться поздравлениями на камеру. Боевого побратима, витаем его с днем народжения. Счастья ему, здоровья, любви, благополучия, карьерного роста. И чтобы он остался такой человек, как он есть на данный час. Через некоторое время тишина снова прерывается. Угроза новой волны обстрелов возрастает. Слышим команду «Всем траву». Сейчас начнется обстрел. Ну, по идее, возможно. В перерывах между ударами нашу съемочную группу выводят из района боевых действий. Бои на Мариупольском направлении продолжаются. Съемки проходят в сложных условиях. Многое остается за кадром. Зачем делать укладку, если можно проехаться на память? Как все было? Смотрите прямо сейчас. Вот когда ночью не спишь на позициях, приходится днем делать вот так. Украинские военные заботятся не только о нашей безопасности. Могу показать способ, как его кушать? Деревилки. Немного только поиски, чтобы выводится, сгибается, аккуратненько, просто, сгибается. Да? Что, не зато есть? Не знаю, что нет. Можно попробовать? Сгибается. Так, берем. И на себя. Оп. Теперь это берем аккуратненько. Заворачиваем. Ну, теперь надо только аккуратно, если не рады. И укидывать. Вкусно? Вкусно, Женя. Это уже каша рисовая с говядиной. Угу. А вчера была перловая. Юра, это я оставляю тебе. На. Тюлень, никакой. Подкрывать меня хочешь, вытащи. Кто там? Отружу. Перестрелка была. А оно малыши было. Вот такие все, пойдем в комок такие интересные. И он как злякался, понял, короче. Вот это упал на асфальт, и вот так. Я тебе говорю, что тюлень по асфальту прополз, и все. И после того больше ничего. СПГ падали, мины падали, без разницы, уже все. В любой ситуации главное не паниковать. Юра, ты иди туда. Там же мой чай внизу. Ты что-то ржешь, там чай остывает. Мы продолжаем следить за развитием событий. На фронте полная боевая готовность. По данным украинской разведки, по всей линии соприкосновения готовятся масштабные провокации. Попытка обострить ситуацию или переход к наступлению. Мы едем на донецкое направление. Вся правда о зоне АТО. Объективная информация с места событий. Эксклюзивно на ТВ-5. Подробности о происходящем на линии фронта в следующем выпуске спецпроекта «Донбасс сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова